Приветствую вас! В первую очередь Вам нужно понять одну очень важную вещь что в браке в котором вы оказались да вот в браке который был у вас в браке при котором ваш мужчина вас там бил и так далее в этом браке вы оказались совершенно не случайно в этом браке вы оказались потому в этом браке вы оказались потому что на то были причины во первых эм нужно понимать что если эм ситуация сложилась так мужчина много пил эм значит поднимал на вас руку эм значит там избивал избивал вас и так далее а вы эм эм продолжили с ним взаимодействовать вот что это не просто так то есть нужно понимать что у этого есть свои причины причины кроется во многом в вашей самооценке например это как одна из причин а причины кроются в вашем восприятии себя в вероятной потребности делать для других постоянно больше чем это на самом деле нужно вам необходимо понять для себя эти аспекты то есть в первую очередь повторю еще раз в первую очередь нужно чтобы вы а увидели почему вы оказались в браке с мужчиной который вас всячески эм принижал там бил и так далее а дальше идем значит вот вы видите что у нас был ужасный брак он пил все время но у вас есть ночь от этого брака то есть получается что несмотря на его явно алкогольную зависимость не смотря на его явно явно мазохистическую модель поведения да вы все равно вы все равно были с ним и и у меня вопрос к вам только такой почему почему вы были с этим мужчин а были вы с ним по довольно простой причин вы были потому вы были с ним потому что вы себя недооцениваете вы были с ним потому что вы себя ị недолюбливаете вы были с ним потому что это человек которого нужно спасать И вы его успешно спасали. Но потом вам это надоело, и вы решили от него отстраниться. Это было здорово. Это было правильное решение, потому что вы, тем не менее, дошли до определенной критической точки. Хорошо. До определенной критической точки вы нашли. Это великолепно. Но дальше, дальше дело не пошло. То есть, в плане того, что вы после этого начали активно нуждаться в других мужчинах. У вас появился один, с которым у вас интимные отношения. Хотя вы, по сути дела, еще не развелись с мужем, со своим. У вас появился второй мужчина. Вот. И у этого, у этого тоже есть основания. Вы активно находитесь в позиции жертвы, которую нужно спасать. Потому что вы сами позиционируете себя, скорее всего, как слабую, беззащитную. И так далее. То есть, ну, Капплора не может ничего, например, самостоятельно сделать. Ну, это я так, в качестве примера говорю. Так вот и получилось, так вот и получилось, что вы оказались в любом нам треугольнике. С одной стороны. Один мужчина, другой, другой мужчина. И правда, вот именно правда, здесь в том, именно правда здесь в том, что вы в душе, в глубине души, в глубине души, вы не хотите быть ни с тем, ни с другим. В глубине души вам не нужен никто из этих мужчин. В глубине души вы нужны, а вам нужен защитник. В глубине души вам нужен только защитник. Отсюда и выбор. Один мужчина дает, значит, то, что вам хочется. И другой мужчина дает тоже, что вам хочется. Но, кого из этих мужчин вы воспринимаете индивидуально, как личность? Большой вопрос. Скорее всего, скорее всего, судя по тому, что вы пишете, никого. Судя по тому, что вы пишете, вы никого не воспринимаете всерьез. Ну, просто потому, что у вас нет на это ресурсов. Ну, вот. И дело здесь, дело здесь, не в том, что вы переживаете тяжело после расставания с мужем. Хотя, развод, это, конечно, болезненно. Но дело здесь все же не в этом. Дело здесь в вашей позиции. Поэтому, необходимо проанализировать, какие решения, поступки, какой выбор, грубо говоря, привел вас к тому, что по итогу вы получили. Вот это нужно отследить, это нужно подкорректировать. и после вы сможете спокойно строить отношения такие, какие хотите. Такие, какие, собственно говоря, нужны вам. Такие, которые могли бы принести вам именно счастье, а не негатив, проблемы и так далее. Дальше. Так. Встретила мужчину, который полный противополноств мужу. Вот, понимаете, да, даже, даже сам факт того, что вы говорите об этом таким образом, дальше, вот, есть мужчина, значит, который является полной противотоложностью моего мужа. так вот, этот факт говорит о том, что к мужу своему вы еще неравнодушны. в общем, это нормально, что вы неравнодушны к нему, но это нужно увидеть. То есть, что вы делаете сейчас, пока, на данный момент? Вы сравниваете мужа с другими мужчинами. Ну, или других мужчин сравниваете с мужем. Как угодно, как хотите, это называется. Да? То есть, как угодно. Что говорит о том, в свою очередь, что мужчина, который, который, вот, как раз мужчина А, да, что говорит о том, что мужчина А воспринимается вами лишь только в сравнении с мужем. То есть, на фоне мужа он хороший, но именно, что на фоне мусор. А как быть с отдельным его восприятием? Как быть самостоятельным восприятием человека? Тут, мне кажется, вы его так не воспринимаете. Но потому-то еще мало времени прошло. Потому-то нужно больше времени, чтобы вы вот отошли от отношений с мужем, да, и смогли адекватно воспринимать других мужчин. Пока этого не происходит, ревности. Да? Поэтому полная противоположность вашему мужу не пьет, обожает своих детей, заботится обо мне и дочке, он тоже в разводе. Вы говорите, что он вам кажется любит бывшего, который прожил 20 лет. Хотя меня страшно ревнует ко всем. ревность это первый тревожный звоночек. Ревность это первое, на что вам следует обратить свое внимание. Ревность это первое, что может угрожать вам, причем угрожать напрямую. Ведь ваш муж, если вы помните, он же бил вас, и он устраивал вам скандалы, что по покое, я так полагаю, что тоже не из-за каких-то пустяков, а ревность говорит о том, что мужчина в себе не уверен. Понимаете? и поэтому, поэтому, я, я и говорю вам о том, чтобы вы постарались вот этот момент для себя учесть. Это очень важно. Очень важно, чтобы вы это поняли. Что мужчина А, равно как и мужчина Б, воспринимает, воспринимает вас как ту, кого нужно завоевать, но не ту, с кем возможно, например, строить отношения, не ту, с кем, а, не ту, кого можно воспринимать как равную. Понимаете? Вон. И поэтому тут нужно быть очень осторожным. Тем более, вам кажется, что он до сих пор любит бывших. Бывшим. А, вот тоже интересный момент, момент. Откуда вы это взяли? То есть, откуда информация, что он любит бывшую. Что на это указывает? Скажем так. Почему вы так подумали? быть может вы сомневаетесь в себе? Как вы относитесь к тому, что он значит, ревнует вас? Ну, мужчина. Как вы относитесь к тому, что он вас ревнует? Считаете ли это вы хорошим для себя, правильным, полезным? Вот. или как? Понимаете? Это тоже очень важный аспект. Понимаете? О чем я говорю? Дальше. Так, у меня произошла авария, виновник ДТП М, оказался очень интересный мужчина и постоянно с того дня звонит, приводит подарки мне и дочь сначала просто смеялся на эту историю, позже поняла, что он влюбился. Влюбился в свою жертву. Понимаете? Опять же, то есть, человек, вероятно, испытывает вину перед вами, он или у него ощущение, что вас нужно обязательно спасать, вот, что он не делает. хорошо ли это для вас? Нет. Даст ли это вам что-то? Даст ли это вам какие-то плюсы? Нет. плюсов вам это никаких не даст. Поэтому здесь тоже нет ничего плохого в том, чтобы общаться с этим мужчиной, но поскольку фактически, фактически вы его не знаете, не знакомы, фактически вы не знакомы, вот, фактически у вас нет ничего общего, вот, то по этой причине я полагаю, что вам следует не то, чтобы его не подпускать к себе, да, а скорее просто осторожно, просто осторожно себя вести с ним, вот, ибо еще раз повторю, между вами нет ничего общего, особенно только то, что вы, грубо говоря, попали в аварию, вот, и все. Дальше идем, значит, он так, я стал себя ловить на мысль о нем, правильно, потому что вам нравится, как он к вам относится. У меня сложилось столько ощущения, что вы влюбляетесь в мужчин или сближаетесь с мужчинами, с теми мужчинами вы сближаетесь, которые проявляют к вам особое отношение, ну, или которые дают вам почувствовать себя особенно. То есть, вы влюбляетесь, еще раз повторяю, именно в отношение к себе. Не самих людей, да, а именно в отношении к ним, в отношении их к вам, точнее. это, конечно, еще один признак того, что вы достаточно не самостоятельны, и что восприятие себя у вас находится находится в неком таком сложном состоянии. это состояние его нужно корректировать. Значит, второй M привлекает меня, я не хочу никому причинить боль. Ну, правда в том, что пока пока боль вы никому не причините. потому, что чтобы причинить боль кому-либо, вам нужно кому-либо что-то пообещать. вот. А поскольку вы пока что вроде бы как никому ничего не обещали, ну, вот, я имею в виду, что вы не обещали стать единственной женщиной, там, и так далее, и так далее, и так далее, да, то о боли, о боли никакой, о боли речь не идет. Но вы, конечно, рискуете тем, что вам не будут доверять. Вот. Вам не будут доверять. Вы рискуете. Рискуете вы в общем-то довольно сильно. Вот. Именно вот по этой причине вы рискуете достаточно сильно. вот вот поэтому я бы рекомендовал я бы рекомендовал вам для начала от от тех людей, с кем вы взаимодействуете. Я рекомендовал бы вам побыть в одиночестве. я рекомендовал бы вам немножечко подождать, я бы рекомендовал вам побыть одной, потому что совершенно очевидно, что а значит ну вот находясь в какой ситуации вы никому особой привязанности не испытываете. вот вот я надеюсь, что вы это понимаете. вот и коль коль и так коль коль и так то я надеюсь, что редкие движения делать не будете. еще раз прежде чем вступать в отношения нужно убедиться в начале в начале нужно убедиться в том насколько вы уверены в себе нужно убедиться в том насколько вы способны насколько вы способны быть самостоятельным в отношениях и только после этого уже можно вступать в отношения с мужчинами. поэтому для начала почитайте книжку Валентины Москаленко созависимость семейная болезнь вот обязательно прочтите эту книгу она поможет вам получить лучшее представление о своей ситуации о вашей ситуации в целом вот это первый аспект второй аспект подумайте как вы воспринимаете мужчин ну в каком ключе вы их воспринимаете что бы вам хотелось для них ээээээ сделать бы например ну просто что вам хотелось бы для них сделать вот что что бы вы хотели для них для них сделать как бы вы выразили свое к ним отношение да то есть пока я вижу только то, что вы получаете от них, но я не вижу, чтобы вы отдавали что-то. Это, конечно, важный момент, потому что если не хочется отдавать, знаете, это не любовь, а просто желание ваше. Ну и пока так, значит, вы также постарайтесь понять, что боль, которую вы можете причинить мужчинам, это нормально. То есть любой человек, который идёт в отношения и вступает в отношения, в принципе, должен быть готов к боли. Вот. И боль — это, по сути, всегда развитие. Боль — это, по сути дела, всегда прогресс. Это всегда прогресс. Это всегда прогресс, это всегда шаг вот куда-то вперёд. Поэтому не бойтесь сделать больно, если люди, например, ну, сами делают выбор, да, например, если мужчина сам делает выбор. Вот. Но вместе с тем, вместе с тем следите за тем, насколько этот выбор адекватен вашему. Вот. И не забывайте спрашивать себя о том, чего вы достойны, каких отношений вам бы хотелось. Вот. И так далее. Это очень-очень важно. Я сейчас не щучу, я сейчас говорю абсолютно серьёзно. Это очень важно, чтобы вы задавали себе вопросы подобного рода. Это очень важно, чтобы вы спрашивали себя как бы, что именно мне нужно, что именно я хочу, да, что мне необходимо. Вот это нужно себе задавать, этим вопросом. И я полагаю, что после того, как вы в обязательном порядке проделаете всю необходимую работу над собой, вам станет куда легче выбирать мужчину, вам станет куда легче, значит, вступать в отношениях, и вы будете куда более свободнее, чем сейчас себя чувствовать, ну, просто потому что вы не будете обременены такой вот позиции, что я несчастный, я жертва. Вот. И, собственно, мне нужно позаботиться не только о себе, да, но и о другом. То есть это ещё, что важно сделать, ограничить ответственность, чтобы было чёткое разграничение ответственности. Вот. Где ваша ответственность, где ответственность другого человека. Вот. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok